Здравствуйте, дорогие друзья! На связи образовательный центр Smart in Art. У нас сегодня творческая составляющая, мы хотим немножко продлить каникулы. Знаете, каникулы для тела у нас закончились после всех праздников. Мы сегодня хотим устроить каникулы для души. Итак, мы начинаем нашу онлайн-выставку, которая может идти в формате оффлайн. Вы можете прийти к нам, посмотреть картины, я сейчас расскажу. Единственное, что вам нужно заранее записаться, для того, чтобы подойти к нам. Итак, сегодня мы представляем, я даже не знаю, как описать Катю Кебл. Это друг, практически уже партнер. И наша хорошая традиция, каждый Новый год, знаете, в баню мы не ходим, но открываем выставку. Год был очень интересный, кто-то говорит сложный, кто-то говорит хороший. Но в том числе нам очень хочется, чтобы сейчас вот эти хорошие эмоции, какие-то яркие, приятные, мягкие, немножко продлились именно в такие эмоции, вызывая, на мой взгляд, картины Кати. Итак, если вы посмотрите, это автопортрет. И мы сейчас сменяемся ролями, и Катя про каждый из своих картин расскажет немножко поподробнее. Я думаю, наверное, даже про автопортрет. Могу сказать, что похоже. Вот у меня две Катя, одна на стене, одна перед глазами. У нас стереоэффект. У Ларисы. Ну что, передают, да? Да, он телефон. Друзья, всем привет. У вас не двоится в глазах. Это мой автопортрет. Пока я сидела дома, как раз было нечем заняться. И, кстати, хотела сразу сказать, что друзья-художники, если кто-то увлекается, и кому-то нужны тренировки по написанию портрета, то автопортрет – это самый лучший вариант, потому что это самая верная модель. Вы у себя всегда под рукой. Вот мы сравниваем. Позвольте вас сравнить. В любое время дня и ночи. Единственное, что, конечно, лично у меня мои автопортреты получаются достаточно суровыми, потому что я сосредоточенная. Я нашла объяснение этого. Я всегда очень внимательно пытаюсь изобразить детали. Да. Подожди, стоп. Почему-то у меня написано «приостановлено». Приостановлено? Нет, прямой эфир, все идет. Идет, все нормально? Да. Я же говорю, умные закончились на каникулах. Так, я представлюсь тогда. Меня зовут Екатерина Кебл. По второму образованию я художник. Закончила ДПО МГАХИ имени Сурикова. Честно говоря, сама даже не ожидала, что настолько увлекусь этой темой. Я работала, как большинство людей в офисе, и потом меня занесло, абсолютно засосало в творческое направление. Вот. Поэтому всем рекомендую не останавливаться на достигнутом. Если что-то вам интересно, всегда старайтесь развивать свои способности. Кать, предлагаю тебя вывести в свет, потому что у нас здесь освещение немножко темноватое. Пойдем тогда уже. Пойдемте посмотрим тогда на нашу выставку. Может быть, пока мы в коридоре, покажем вот одну из работ. Да, я хотела сказать, что выставка в основном этюдная. Этюдная, значит, работа. Конкретно эта работа – это «Осенний сон». Это вид из окна моих родителей на речку Клязьма. Хороший такой вид. Такие сумерки. Уже смеркалось. И мне очень понравилось пятно «Осенней березы», да, вот вы видите, за речкой, и опавшей листвы. Я решила на нем соакцентировать внимание. Не совсем академическая работа, но скорее более творческая, где я попыталась зафиксировать свои впечатления. Так, пойдемте. Приглашайте, Катя, к вашему. Приглашаем на нашу выставку. Выставка, как я уже упомянула, этюдная. Что такое этюд? Это достаточно быстрая работа в один или несколько сеансов, зависит от предмета, освещения и так далее. Почему этюдная? Потому что тема нашей выставки – это как раз гармонизация души. Это передача позитивных эмоций. То есть не выстраданные, долго пишущиеся работы, да, а какое-то мимолетное впечатление, которое хотелось показать. Цветы, которые, возможно, захочется понюхать даже, да. То есть мы хотели передать впечатления, запахи, состояние весны, лета, осени. Вы сейчас увидите. Это также день, ночь. То есть работы совершенно разные. Я думаю, что каждый из вас найдет что-то для себя, да, по своему вкусу. Потому что, если честно, нет каких-то конкретных работ, которые нравятся всем. Вот у меня сколько я собираю отзывов, впечатлений, всегда люди отзываются почему-то. Вот кому-то западает в душу одна работа, да, а кому-то совершенно другая. То есть совершенно разные работы и совершенно разные люди их выбирают. Кать, а давай начнем тогда с экскурсии. Ты расскажешь про картину здесь или работу, которая тебе самой нравится больше всего. Да, конечно. Вот сейчас, на данный момент, из того, что здесь представлено, мои любимицы, да, скажем. Ну, это, прежде всего, орхидея. Орхидея или осколок радуги. Очень мне нравится цветок. Зацвел в квартире у моих родителей. Я решила его запечатлеть. Здесь он достаточно такой мрачненький, да, не знаю, как. Нет, по-моему, передача нормальная. Нормальная, да? Вот, мне очень нравится орхидея, хотя ты не скромна. Так, у нас вопросы. Почему живопись, Катя? Так, почему вдруг живопись? Катя, почему вдруг живопись? Объясню. Я всегда любила рисовать. Это уже звучит, наверное, банально, да? У нас многие любят с детства рисовать. Вот, и когда я пошла к преподавателю Суриковского института, я поняла для себя разницу. То есть, есть, оказывается, рисунок, да, а есть живопись. Если ваш ответ именно про живопись, а не в целом, да, про творческую составляющую, про художество, тогда, если я правильно поняла, да, тогда отвечу. Так, мне очень нравится сочетание цветов. Рисунок – это аналитика, это черно-белое изображение, и это всегда аналитическое мышление. То есть, это левое. Катя, ты мне время Америку открыла. Вот, то есть, это совершенно разные направления. Это левое полушария, хоть я всегда любила математику и физику, да, рисунок нравится, но все-таки я пошла рисовать именно за живописью. Как оказалось, живопись – это сочетание цвета, это впечатление, это более эмоциональная вещь, которая, наверное, за которую отвечает как раз право полушария. Наверное, левое полушария немного подустало, и захотелось творчества больше. Но, как мне говорили преподаватели на просмотрах в Суриковском институте, это одна из самых сильных моих сторон как раз – сочетание цветов. Соответственно, что означает, что нужно больше работать над рисунком. К нам, по-моему, гости идут. А, да. Давай дверь тогда закроем, сейчас посмотрим гостей. Главное, Кать, картины-то останутся, сумка не главная, картины останутся. Вот, ответ – хотелось именно творчества. Так, ну что, давайте… А, я рассказала про Орхидею, да, мне очень понравилось… Ну, как, мне просто сам процесс понравился – это ночной пленэ, и работа, соответственно, получилась такая, да, в моих всех ощущениях. Это «Летняя ночь в Москве» называется, этюд. Рядом с Петром Первым мы на набережной писали с ребятами. У всех получились разные, у меня вот композиция вертикальная. Обычно ночные тюдеры… А у меня вот так вот мимоза. Да? Ну, вот, наверное… И третья моя любимица здесь – это утренние сонки. Это пастель. Моя мне очень тоже нравится. Пастель – это, кстати, это тоже графика. Пастель относится к рисунку. Пастель, акварель – это все рисунок. Посмотрите, какая атмосферная. Прямо так сразу представляешь. Утро, солнечный свет. Сквозь занавески. И ты понимаешь, что, может быть, даже не надо никуда вскакивать, бежать. Можно вот так вот потягушечки сделать, порадоваться новому дню. Мне очень нравится. Спасибо. Это окно в моей комнате, когда я просыпаюсь. Вот, хорошее. Поэтому, да, мне очень нравится. Как раз солнечная сторона, сквозь занавески проглядываю свет. Так, ну что, начнем так, наверное, да? Да, сначала. Так. Эта работа называется «Букет на окне». Она немножко не в моем стиле. Она была больше экспериментальная. Но я ее решила показать, потому что отзывы были неплохие. Эта работа написана, у нее даже есть история. Она написана на предыдущей работе, которую мы делали совместно с Бато Дугаджапуром. Бато, вы знаете, он широко известный импрессионист сейчас. То есть у него даже вот такие вот маленькие работы, они продаются там, наверное, 100 тысяч и так далее долларов. Да, знаем. Конечно, да, Бато, ну, в общем, кто не знает Бато, посмотрите, он очень трогательный. Вот, поэтому. Так вот, я хотела к нему в мастер-класс, и здесь осталась пробочка от бутылки, которую мы писали. А натура есть, соответственно, я иногда пишу поверх того, что уже написала. Поэтому вот иногда работа накладывается. Да, 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 что такое холстов не хватает? Так что вот тут вот есть мазок пробочки. Ну, он очень хорошо вписался. Ребята, посмотрите, какие, я бы даже сказала, с одной стороны порывистые мазки, с другой стороны все-таки достаточно нежные. Для того, чтобы понять, о чем я говорю, все-таки приходите в гости, посмотрите, насладитесь картинами живьем. Да, 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 потому что работа, они передают энергетику автора, да, и в зависимости от настроения, от атмосферы, которая царила во время этюда, энергетика, она разная. Может быть, поэтому как раз она и, разная работа нравится разным людям. Так, октябрьский букет – это последние яркие цвета, которые были в Подмосковье. Мы просто насобирали с мамой разные ветки, ягоды и все, что было. И вот я зафиксировала что-то такое, вот такое осеннее безобразие. Попыталась просто показать осень. Почему у нас, кстати, почему у нас часть работы не обрамлены? То есть те, которые… Вот вы здесь видите, да, есть те работы, которые в рамах. Ну, вот там видим, да, с тобой. Те, которые в рамах, они просто изначально раньше показывались на предыдущих выставках у нас совместных с художниками. Вот, но моя идея была изначально показать работу без рам, потому что, опять же, люди, когда подбирают себе ту или иную работу, они все равно могут поменять рам. Вот, очень часто. И я поэтому стараюсь тогда уже не навязывать свой выбор. Да, ребят, эти же картины можно приобрести, можно этот голос за кадром. Эти картины можно приобрести, все вопросы к Екатерине или к нам непосредственно. Так что да. А я хотела уже продолжить. Вот там пробочка у тебя, холста не хватало, рамы пошли на отопление дома. Я не знаю, там солнечный свет добавляла. Так, хорошо. Вообще, меня часто спрашивают, ли это хроничная работа, я скажу, что вот везде. Они просто, это беда моего мужа, он все время страдает, говорит, что у нас просто все завалено. Работа, все коридоры, балконы, везде, во всех местах, все в картинах. Поэтому это совершенно не пожаробезопасно. Поэтому я вам не рекомендую это делать. Но, опять же, вопрос в том, пишете ли вы картины в стол, да, либо у вас работы, которые нужно показывать людям. И, конечно, я в последнее время стала их показывать. Это прекрасно. Ребята, я могу сказать, что у меня есть одна картина. Катя, я была счастлива на подарком. Она у меня любимая стоит. Пастельная, да. Да. Так, про орхидеи мы рассказали, да? Про это рассказывали. Про солнце тоже рассказали. Это этюд на Вадимичевом монастыря. Этим летом мы выезжали с группой, писали. Тоже, естественно, у всех разные работы получились. Но вот здесь я постаралась зафиксировать солнце, уходящее солнце. Вот. Надеюсь, получилось. Тоже одна из таких любимых работ. Нам зрители написали, что есть свое очарование в холстов без рам. Да, да, так и есть. Правильно, да, да, да. Я согласна абсолютно. Иногда хочется чего-то такого более повседневного, лофтового. Вот как раз рамы, а не более торжественные. Знаешь, а у меня впечатление, вот когда есть рама, то такое ощущение, что вот именно этим объемом картина и заканчивается. Вот она здесь. А когда ты смотришь на картину без рамы, такое ощущение, что она где-то там продолжается. Может быть, в моих мыслях, впечатлениях, может быть, в твоей энергетике, вот так, знаешь, расползается вокруг. Да, да, да. Кстати, да. Ну, вот бывает, подбор рамы, это вообще отдельный вопрос. Я, конечно, я кратко прямо скажу, да. Бывают рамы, которые собирают работы. То есть работа без рамы, она может смотреться вот такой вот, какой-то немножко беспоряночной, ну, такой вот, расхляванной, что ли. А вот рама, она не собирает. Вот. Есть рамы продолжения работы, когда хочется увеличить пространство. Ну, вот в прошлое, на прошлой выставке, как раз моей, был мостик, не знаю, если кто-то помнит, мостик на Третьяковке. Вот там как раз такая рама была, она добавляет пространство. В общем, это целый процесс подбора рамы. Тогда можно испортить полностью работу. Да, согласна. Так, летняя ночь в Москве, да, тоже мы прости не сказали. Итюд с флоксами. Это цветы... Как я люблю флоксы. ...с дачи моих свекровиц. У нас прерывается картинка или нет? Скажите нам, пожалуйста. Помахать. Ребят, я всем с удовольствием машу, кто присоединяется, просто руки заняты. Напишите, пожалуйста, слышно нас, видно, потому что мне пишет телефон наш замечательный, что слабый сигнал. Все окей. Все окей, да? Все окей. Так, ну тогда продолжаем. Вот и тет с флоксами. Я их писала дома, при дневном свете. Собрала на даче у Урси Крови. У нее удивительным образом растут все растения. И локс у нее вот такие, просто громадные, разных цветов. Мне всегда немножко грустно ехать в город после природы. Соответственно, я хочу частичку всегда с собой забрать. Я набрала локс, написала такой этюдик. Называется «Природа, которая всегда с тобой». Да, я стараюсь с собой всегда, да, природу. Спасибо. Так, это... Сидящая картина, смотрите, у нас... Одна из весенних работ, «Весенняя сихония» называется. Это «Яблоня и вишня». Когда у нас был карантин, у нас у всех, да, очень хотелось выйти на улицу, очень хотелось природы нам всем, и я под возмущение бабушек подъездных нарвала веточек и решила их изобразить. Захотелось добавить композиции чего-то сюда, вот вниз как раз, да, добавила бабочек. Вот, такая... Мне кажется, по ней видно, что... Кать, мы надеемся, ни одна бабочка не пострадала. Абсолютно не одна. Прекрасно. Только две бабушки. Вот эти две бабушки. Бабушки. Нет, не с натурой. А, и бабушки тоже не пострадали, у меня очень корректно. Обломала ветки у их деревьев. Нет, не видно, наверное, бери, да, давайте. Вот пасхальный натюрморт с красным апельсином. Да, вот теперь прекрасно видно. Ну, тоже, как вы догадались, да, это во время заточения на Пасху. Изобразила кулич, яйца покрасила, вот, в общем, тут все. А что вот такое вот это вот темненькое? Вот это? Да. Я точно не знаю. Ну, вот мне нравится этот ответ, это настоящий художник. Я точно не знаю, что это такое. Мне нужно было что-то вот сюда добавить, я обнаружила это обсерватив уже, я не знаю, что это. Ну, в общем, это яйцеобразное, что-то с ленточками на палочках. А у мужа не спросила? Ребят, вот у кого есть версии, присылайте нам ваши ответы, мы не знаем, что это такое. Да, скажите, ну, мне как-то хотелось, она форму повторяет, я решила, ну, позе будет. Нет, я думала, ты писала-писала, очнулась, а там уже гипс у тебя, понимаешь? А ты же уже что-то, а ты, оказывается, нашла что-то. Да, да, я искала, я рискала по дому, искала, что у нас есть, вот фиалку добавила, да, зайчика. Ой, зайчик, кто это? Я так смотрю на апельсины, захотелось апельсина, зайца не заметила. Апельсин меня особенно завлёк, поэтому, видимо, он так вот выписан на переднем плане. Вот, так что поставили на термор. Первый, когда я написала на спальне. Так, это Физарис. Давай тоже против Света. В заброшенном яблоневом саду я его нашла. Красота. Он такой, знаете, у нас, это в Подмосковье, заброшенный яблоневый сад, который я изображала в своей дипломной работе, если кто-то был на предыдущей выставке. Да-да-да, помним такой. Вот, и там в кустах, где-то среди травы, если бродить, там есть не только змеи, там есть ещё Физарис. Очень мне он понравился, именно контрастное такое сочетание, оранжевое-зелёное, и мне захотелось его написать. Причём он такой у меня, совершенно не в моём стиле, не в пастозном, а тоненькими такими, да, мазками совсем. Почти, наверное, акварельной, что ли, что-то такое. Да, да, пожалуй. Так, дальше, дальше. Кать, а вот это вот творческие муки, художника, как, что, бывают у тебя? Да, бывают, это совершенно нормально, они бывают у всех. Как проявляется у тебя? Я смотрела, знаете, это элемент процесса. Вот я сейчас подписана, сделаю небольшую рекламу на Дениса Гордае, современный художник в Екатеринбурге, по-моему, он находится. И вот у него очень много интересов, он вообще филолог, по-моему, если я не ошибаюсь, это, наверное, какое-то такое образование, вот, философское или что-то, вот, не будем на этом акцентировать, не помню точно. Но идея в чём? Он рассказывает в своём инстаграме про разные типичные состояния художника в том числе. И там была такая лекция, мне она очень понравилась, я считаю, что эта полость соответствует реалиям. Как раз про творческий кризис и как его преодолевать. Так вот, большинство тех состояний, которые мы называем творческим кризисом, это на самом деле не кризис. Это просто, это затык, это этап работы над картиной. То есть, когда ты уже всё написал, но здесь мы говорим о ретюды, а вот про кризис, это скорее про большие, такие продуманные работы. Здесь ты даже не успеваешь, да, почувствовать, да, вся впечатление в импульсе, в эмоции, в ощущениях. Да, это большая, серьёзная такая огромная работа, да, вот там уже затык, это совершенно нормальное состояние, это этап, который нужно просто преодолеть. Там есть совершенно разные, как раз Денис даёт разные советы по преодолению. Один из них, который я обычно использую, так всегда, это просто сесть и сделать. И в процессе того, как ты что-то делаешь, ты в итоге находишь то, что тебе нужно. Есть ещё вариант, если вы сталкиваетесь, да, с такими проблемами, увеличить насмотренность свою, то есть посмотреть, что делают другие в той же ситуации, как они изображают, не знаю, новогоднюю ёлку, цветы, деревья и так далее. Вот, так что это второй. Третий был ещё какой-то, но я уже не помню. Видимо, вот для меня вот это... Я думаю, кому будет важно... Да, посмотрим. Можно увидеть, что-то нормально. А здесь у нас двойной ряд картин. Начнём, наверное, отсюда, да, с этой стороны? Давай. Этот этюд я написала в Крылатском. Этим летом мы спустились к воде со своей группой, да, с преподавателем. Мы спустились к воде. Нам преподавательница разложила матюрморт, она очень здорово это делает. Потому что разложить матюрморт, составить его, составить матюрморт, это тоже отдельный талант. На самом деле, не каждого под силу. Но у меня, например, не всегда получается именно гармонично, чтобы это смотрелось красиво. Так вот, этот этюд написан у воды в Крылатском, летом этим. Тоже достаточно быстрый. Называется этюд с арбузом, с фруктами. Да, главное не на голодный желудок делать такой этюд. Чем голоднее художник, тем быстрее этюд получается. Они очень заинтересовались моей деятельностью. Утки? Утки, да, их очень много. Может быть, они рассчитывали на то, что у меня есть хлеб, я не знаю, но у меня его не было. Это кинуло в них арбузом. Было как-то недолго тогда, но они вокруг бродили, кряпли, интересовались. Может быть, просто они любят картины, кто и знает. У меня, например, кошка дома, она, когда я приношу новую работу с пленера, она всегда садится напротив. Я, честно говоря, даже сначала удивилась, думала, что совпадение. А садится напротив и прям смотрит на работу. Катя, тебе надо ее сфотографировать, заснять. Мне кажется, это хорошее дополнение. Так, подсолнухи. Вот в этом году у меня два этюда с подсолнухами. Поскольку у нас здесь все работы не поместились, я представила один из них. Специально, просто так в Москве не найдешь подсолнухи, поэтому специально для меня их посадили. Опа. Да, и вырастили. Вот, поэтому они вдвойне ценны. Я не знаю, Катя, а ты не хочешь на свою березовую рощу новую, пальмовую, пальмовую, рощу? Это вот этим летом хотелось подсолнухов. Вот. Дальше. Вот здесь у нас «Август на озере». Это, кстати, тоже одна из моих любимых работ, этюдов. Очень такой достаточно быстро отданный, продуманный. Ну, мне очень нравится. Это пусты на озере. Это какая-то трава была на озере пусты, и вот отражались облака, лес вот там на заднем плане отражался. Вот, как-то мне очень понравилось это состояние, и я решила вам показать. Сирень. У меня две работы сиренью в этом году. Одна светлая на темном фоне, другая темная на светлом. Вот здесь вот первый вариант. Это тоже во время карантина, все с теми же пострадавшими бабулечками. Ну, морально. Морально пострадавшие бабулечки. Так, вот про эту картину я расскажу. Давайте же. Уже целая история, ребят. Вот что вы видите на этой картине? Потому что, когда я написала «Какие замечательные черепашки», у меня заботливо спросили, что с моим состоянием? Оказалось, что ни одна я вижу черепашек. Кто-нибудь увидел черепашки? Как вы думаете, что это, да? Да. Потом мы начали рассуждать. Я спрашивала, кого, всех кого не лень. Шишки были, в общем, для тех, кто сомневается. Вот так вот. Кать, ну теперь твоя версия картины. На самом деле, да. Артишоки. И специально я их заказывала где-то тогда, вот в тот момент, это 2017-й. Все работы новые, несколько буквально работ, которые из старого собрания. Просто, допустим, те же артишоки, они у меня дома висели, я никому не показывала. Так, картина у артишоков, получается, три года выдержки, да? Да, они, да, первый раз на публике, поэтому можно считать, что тоже новый. Так вот, эти артишоки я покупала еще... В общем, не зря пропали артишоки. Так, Вечалья Таганка. В этом году выходили на этюды тоже с группой, с моим преподавателем. Писали. Это улица Школьная, Лето, Холст на Картоне. Ребят, скорее всего, мы даже знаем эту улицу. Ну, если вспомнить Таганку, то точно, да. Это та улица, которая ведет к метро Римская. Вот, от товарищеского переулка. На лесном озере. Я очень люблю природу. В этом году у меня достаточно мало пейзажей. Тут один из них на лесном озере. Здесь вот тоже не совсем такая реалистичная, да, манера. Здесь я уже попыталась как-то мазками изобразить. Ты знаешь, а мне очень нравится. Прямо так хочется сказать. Козленочку мне, конечно, не буду, но воду я прям вот вижу. Чувствую. Вот на заднем плане, да, лес, деревья и трава на переднем. Еще где-то проплывала выдра, но я ее не отобразила. Эх, выдру, что ж такое? А я думала, что такое плывет? Я как-то вот там краем глаза так пока стою. Что ж она такое? Разгрызаем с кошкой, думаю, странно, да? Ну, казалось, что-то выдра. Ну, что-то алярд-дра. Этюд с желтыми цветами. Это тоже совершенно такая творческая работа. Абсолютно не в суриковском стиле. Рудбеки называется цветы. Нарвала тоже где-то, привезла. Захотелось букетик. Люблю цветы с детства, поскольку я выросла в степи, практически в полупустыне. Вот, поэтому любые цветы для меня это сокровище. Этюд с желтой рыбой. Вот, это мое сокровище. Я рыбу люблю, да? Кому цветы, кому рыб. Это разнообразие. Просто, ну, чтобы не только цветочки, не только пейзажи, вот, а чтобы еще что-то. Вот эта рыба, конечно, привлекала внимание окрестных кошек, пока я все это писала. Я ее разложила на природе, на дачу друзей. Вот, эта рыба, по-моему, была в итоге съедена. Ее как-то повесила, оставила где-то наверху, под окном. И в итоге, по-моему, пришли, давай, ей голову торчат. Она сослужила службу, так что все нормально. Фантазия тоже мой эксперимент. Тоже необычная моя манера. То есть я пока в поиске нахожусь, я пробую разные стили, разные направления, смотрю в разные техники. Просто что мне нравится, что мое. Это хрен. Хрен. Да, на самом деле. Ни хренаж себе. Вот, и пошел дождь как раз. Я помню, что вот я почти закончила работу, и пошел дождь. Мне надо было прямо вот очень быстро ее завершить. Так что вот такой вот остался след. Нам пишут, что у нас очень интересная экскурсия. Спасибо большое. Спасибо. Задавайте вопросы, если будут ответить. Еще один. Слушайте, я вам показываю, я понимаю, сколько я разных стилей сама пыталась, да, откопать. Я вдруг увидела это, да? Я уже не ожидала, да. Это тоже в этом году, тоже такой поиск, это ирисы. Видно? Да, да, видно. Отлично. Мне очень нравится. Это декоративная живопись, когда раскладываешь на кусочки, и каждый кусочек имеет свой цвет. Это как мазар. Не поняла, что значит на кусочки. Ты холст на кусочки или что? Всю картинку. То есть вот если бы ирисы писались в обычном реалистичном стиле, ну, в таком, да, то они были бы написаны с тенями, с переходом цвета, да, вот были такие маски такие вот разные, вот, а здесь прям в декоративной живописи идея в том, что ты раскладываешь картинку на кусочки, каждый кусочек заливаешь определенным цветом, но эти цвета должны сочетаться между собой, поэтому, в общем-то, это так бы каждый мог это все делать. Как раз секрет в том, чтобы правильно это все разложить, и цвета сочетаются. Вот, то есть это другое направление совершенно. В декоративной живописи очень известный Ван Гог. Ага. Ван Гог. Ван Гог, кстати. Так, натюрморт светлых тона. Смотрите, и Ван Гог на шее у нее, и все. Да. Натюрморт светлых тона. Одна из идей, даже, я бы не так сформулировала, для художника важно использовать разные цвета и разный тон в картинах. Вот. Если одни и те же, ну, в смысле, если очень много работ одинаковых, одинаковых тональными, одинаковых по цвету, по состоянию, то это не в плюс художника. Ну, то есть профессионализм, он показывается именно тем, что ты можешь писать разные состояния, сочетать разные цвета. Вот. Показывать их. Так вот. У меня здесь идея была в том, чтобы использовать именно светлые, потому что достаточно темные, но, тем более, писать, попробовать его в светлых тонах. Вот. У нас там время еще есть, да? Я не знаю. Я не вижу тут заряда батареи. Катя, я могу тебе сказать, что Ван Гог на твоей шее очень сочетается вот с нижней картиной деревьев, по цвету. Прекрасно. Нижняя картина – это осенний парк в Подмосковье. Нет, нет, это как раз в Москве. Вот это как раз в Москве, в районе Зябликово. Парк очень... Ну, вот захотелось тоже света, да, изобразить. Не знаю, насколько получилось. Ребята, как вам? Мне очень захотелось погулять. Пойдемте уже в парк погулять. А пойдемте гулять. О, такой осенний, осенний московский парк. Тоже, да, совсем в других цветах. Осенние легии. Это дикий виноград. Я его пишу каждый год. Каждый год он у меня разный. В этом году вот такой. Тоже такой полупрозрачный. И вот хотелось все-таки сакцентироваться на чем-то более светлом, потому что с темными более-менее разобрались. Кать, мы в угол загнали практически. Да, вот закат на речке. Ага. Это тот же вид, вот если вы помните, мы начинали экскурсию с осеннего сна, осенний сон. Да, вот это тот же вид, тот же домик, просто летом при закате. При закатном освещении. Кому будет интересно, когда придете, сравните оба вида. Ну, то есть, вид один, вот разные состояния. Мне просто интересно, какие у вас будут впечатления, удалось мне передать или нет. Разное состояние. В целом, наверное, все, да, с этой выставкой. У нас осталось еще очень много работ, которые не поместились, поэтому, если кому-то интересно, да, посмотрите в аккаунте Smart & Dark. Там. Да, там больше картин у нас, там больше. Ну, я могу сказать, ребят, что выставка, я, во-первых, думаю, что, во-первых, не последняя, во-вторых, мы все-таки хотим действительно начинать уже вот так вот потихонечку сезон выставок, и у нас весной будут другие художники. Надеемся, что даже будет выставка, скульптур. За это время Катя оборвет все деревья в округе, доведет бабушек до белого коленя и сделает нам еще одну вот такую вот замечательную выставку. У меня сейчас идея, у меня очень много портретов накопилось, я сейчас увлеклась именно портретами, но это, конечно, длительные работы, и маслом, и пастелью, и карандашом. Мне очень нравится вот это направление, может быть, если будет интересно, я просто отдельно портреты еще потом покажу, отдельно выставку сделаю, потому что, ну, это совершенно другое, то есть вы видите каждого человека, да, совершенно по-разному передается его настроение, его вот эта энергетика. Сейчас я как раз работаю, осваиваю технику старых мастеров через грязаль, когда тонким слоем кладется лессировка цвета. Ну, то есть это сначала такой а-ля черно-белый портрет на тонированном холсте, и дальше уже идут легкие лессировки. То есть такая вот эта кожа, как будто бы, знаете, вот как на старых портретах, она как будто прозрачная форма такая. Ну, я надеюсь, получится. Вот, так что портрет, это у меня прям отдельное направление. Катя, а у тебя можно, например, заказать портрет? Вот у нас, например, сейчас кто-нибудь смотрит и решил? Пора мне себя в вековечной стене. Ну, в принципе, теоретически можно, но поскольку я никогда на заказ портреты не писала, да, то есть это, я вот сейчас только начну, как раз с несколькими людьми, да, хотим договориться и начать писать. Но здесь важно понимать, что у меня определенная манера, то есть надо видеть человека и видеть результат, просто вот чтобы вы понимали, как я отображаю этого человека. Это не фотография. Вот. И надо понимать, что это за манера, потому что вдруг вам не понравится. Вдруг вы увидите. Вдруг вам не понравится. Да это не я вовсе нарисован, да? Да, да, да. Вдруг вы будете ожидать такую а-ля фотографию цветную маслом, да, а вот у меня не такой портрет. То есть надо вот здесь вот... В общем, я готова, если вам интересно, я готова пробовать. Но за результат не отвечаю. Вот это звучит примерно так. Да, да, да. Если вам понравится или нет, то тут как бы зависит от ваших ожиданий. Я художник, я так вижу. Зависит от ваших ожиданий. То есть это точно в направлении, да, вот какой-то классической школы, но в то же время со своими разными интиментами. Посмотрите мой аккаунт, там сразу понятно, о чем я говорю. Так, ну что, давайте, Кать, давайте еще раз всех пригласим на выставку. Приходите к нам с Мартин, да? Приходите, да, на Архангельский переулок, чистые пруды, да, но вы все знаете адрес. Наверное, лучше заранее написать в соцсетях, чтобы придете, да, чтобы не было скопления людей, все-таки здоровье превыше всего. Вот. И мы не хотим, да, никаких эксцессов, чтобы скопить много людей. Вот, поэтому лучше написать, наверное, да, Лариса, написать в соцсетях, либо позвонить Ларисе или Юле и сказать заранее, что вы придете. Да. Вот. Так что добро пожаловать, и мне будет очень приятно услышать ваши отзывы, что конкретно вам понравилось, может быть, да, какие работы вы отметили, почему. Вот. Может быть, даже какие-то пожелания, что вам хотелось бы увидеть. Так, у нас есть еще... Чаем напоите, спрашивают. Да. Вот только что Катя пила практически пустой чай, потому что я, как хозяйка помещения, не подготовилась к встрече Катей. После отсидки почти год, знаете, лучше пустой чай. Лучше пустой чай, чем все вместе, но дома, да, перед компьютером. Да-да-да. Вот. Так что большое спасибо, что были сегодня с нами, и, да, увидимся здесь на выставке. Катя, спасибо большое за экскурсию, было очень интересно даже мне, которая уже видела эти картины. Вы знаете, что я сейчас проводила так взглядом, а действительно, вот ирисы отличаются от всех остальных, когда вот так вот общего ведешь. Именно даже не по цветовой гамме, а именно по структуре, что ли, как-то. Ну да, кстати, я не сказала, правда, мальчики, вот, тоже... И вдогонку. Я тоже мальчики. Через дорогу. Вот, в Москве. Вот как раз стиль, да, если вы сравните, про что я говорю, то есть вот здесь больше оттенков, то есть это кажется издалека, не знаю, по телефону, может быть, кажется, что это просто серый. Это на самом деле не просто серый, тут очень много разных оттенков, разных-разных цветов, вот. Вот, конечно, знаешь, у меня телефон не передает, что это серый. Да? Да. А, у меня вообще не передает. У меня такое ощущение, что монохром, я когда снимаю. Нет. Вот, когда в живую глаз он распределяет. Так, глаз вот больше цветов. Очень нежно дуванчик. Да, так вот здесь разница, дуванчики и ирисы, да, вы сразу увидите разницу, что декоративное, а что нет. Да. Так, ну что, мы с радостью ответим на вопросы. Приглашаем еще раз. Приходите. Да, приглашаем. Приходите. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.